Приветствую всех на своем канале! Я снова в городском музее скульптур. Надеюсь, сегодня я попаду на эту выставку, которую собиралась. Выставка называется «Верность традициям». Итак, выставка называется «Верность традициям». Посвящена она Союзу Русских Художников. Основан этот союз был в 1903 году. И группа художников, в которую входили художник Юон, Грабарь, это единственные художники, которых я знаю, основали этот союз. В 1923 году этот союз распался, говорят, из-за каких-то разногласий. И вот в конце 20 века возникла идея этот союз возобновить. Если я не ошибаюсь, по-моему, даже в 1978 году. Но реализовать эту идею удалось только в 2008 году. Вот с тех пор этот союз существует. И чем этот союз отличается и для чего он был создан? В его уставе говорится о том, что он создан для помощи художникам в реализации своих картин. Каждый художник старается свои картины продать и получить признание своего творчества. Давайте посмотрим, и я определю, какие картины получили мое признание. Так, ну что же, я прошла всю выставку и хочу обратить внимание ваше на несколько картин. Вы, конечно, можете прийти сами составить свое мнение. Но я пробегусь и отмечу некоторые. Вот эта картина мне очень понравилась. Это Валерий Третьяк Атланта. Сюжет интересный. И выполнена тоже мастерски. Вот эти работы мне понравились. Михаила Нардина. Город в них выглядит такой веселый, такой праздничный. Он таким бывает очень редко. Но я такой город очень люблю. Вот наверху тоже. Вроде бы, не погодь, октябрь наступил. А картина очень такая жизнерадостная, несмотря на осень. Вот эти акварельные картины тоже понравились. К сожалению, их не рассмотреть, потому что они под стеклом. Очень сильно все бликует. Но акварель создает какую-то прозрачность, очень характерную для нашего города. Интересная работа. Это Светлана Алексеева. Вот все три работы, все очень интересные. И я как-то не думала, что акварелью может быть так интересно. В основном предпочитают все масло. Вот эти верхние работы тоже мне понравились. Не знаю, я вообще люблю закаты, рассветы. Это Елена Дмитрия 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 Дмит Вот, наверное, если бы выделяла картины, выделила бы вот эту самую-самую. Я не знаю, почему-то очень хорошо передано настроение. И вот эта туманность красивая, и вот погода, природа, зимний пейзаж. Очень такой какой-то прозрачный, очень интересный. Вот из всех работ выделила бы, наверное, эту. Но все остальные тоже вот имеют свое лицо. Вот это вот, посмотрите, картина зимняя. Это Нина Виноградова. Вот еще одна работа Нины Виноградовой мне тоже понравилась. Ну, люблю я все такое, закаты, рассветы, я уже говорила. Краски вот такие люблю. Вот еще одна работа поразила, когда я увидела название. Честно говоря, я бы не купила такую работу. И она мне, в общем-то, как бы не понравилась, но зацепила. Вы знаете, какое у нее название? Она называется «Первый снег Бахмут». И написана она была в 20-м году. Вы представляете? А в 20-м году там ничего еще не было. А посмотрите, какой раздрай. Раздрай в душе художника, раздрай в природе. Все грязное, все какое-то такое неприятное. Не знаю, очень так это давит. Вот эта туманность мне тоже нравится. Ну, вот по сравнению с той первой картиной, на которую я обращала внимание, конечно, грубоватенько-маленько. Так, вот из этих картин могла бы еще выделить вот эту. Вот натюрморт чем-то тоже меня зацепил. Во-первых, облепиха. Во-вторых, острые вот эти вот листики облепихи. И сочетаются они очень красиво с формой капусты этой кальраби. Ну, интересно. Это в каком-то таком вроде это не средневековый стиль и не прошлых веков. Вроде как современный, но вместе с тем перекликается с мастерами прошлых веков. Интересная работа. А вот еще. Вот еще. Портретов очень мало на выставке. Но вот этот зацепил. Такие ребята интересные. Я даже не знаю, откуда они. Хочу продолжить вчерашнее видео и рассказать о картинах, которые есть у меня в доме. Вот эта картина, не знаю, как называется. Названия у нее не было. Купила в сувенирном магазине где-то лет 20, даже 23 года назад, наверное. Очень-очень давно. Картина, когда я ее покупала, продавец сказал, что она интерьерная. И я с ней согласна. Я ее купила для оформления, когда у нас еще, ну, короче, очень-очень давно. Чем она меня привлекла? Меня привлекли краски здесь, цвета, оттенки. И вот эта роза, которая вроде бы одна, самая-самая такая вот распустившаяся. Вторая уже начинает никнуть. Лепестки осыпаются. Но есть еще бутончики, которые еще распустятся. И вот мне почему-то показалось, что она ассоциируется со мной. У меня тогда было такое состояние. Вроде впереди еще много всего, но уже какое-то чувство такой вот усталости и какой-то обреченности было. Но вот до сих пор она осталась. Сейчас, может быть, она мне не так близка. Но все равно я ее люблю. Это первая картина, которая появилась у меня в доме. Вторая картина, которая появилась в моем доме, тоже не имеет названия. Появилась она где-то в 2006-2007, ну, это сколько будет, лет 15-18 назад. Если первая картина стоила около 2000, для 2000 года это было очень дорого, то эта картина где-то была 8-9 тысяч. Я сейчас точно не помню, чем она меня привлекла. Вот мне муж подсказывает, что 12. Чем она меня привлекла? Значит, я очень любила путешествовать, только начала очень активно путешествовать. И вот эта картинка меня влекла вот в эти вот красивые пейзажи, в эти дома, окошечки, улочки, вот эти тени. Очень интересно. И, кстати, написана она мастихином. Не только кисточкой, может, кисточка здесь и есть, но, по-моему, здесь цветы и очень много чего, дорога, сделанная мастихином. Я сейчас поближе покажу. Вот посмотрите, какие мазки. Вот если близко рассматривать, то мазня-мазнёй, правда? Но, вот если подальше отойти, очень живописненько. Вот этот художник, он, кстати, известный, у него много картин. Я сейчас не могу прочитать, как, но я видела его картины в интернете. Не могу прочитать, потом прочитаю. А теперь посмотрите, как она смотрится при свете. Вот если включить верхний свет, вот она будет вот такая. Но она, мне кажется, жизнерадостная, солнечная. Вот такая. А теперь выключи, пожалуйста, это, включи верхний. Вот сейчас я вам покажу вечерний вариант. Вот, мне он тоже нравится. Не знаю, как вам, сейчас я немножко отойду. Ой! И вот захвачу со светильником. Вот так. Следующую картину, которую я вам покажу, я купила у своей хорошо знакомой Виты Богачёвой. Она начала писать картины не так давно, несколько лет назад. Если вам будет интересно, я вам про неё расскажу. Может быть, даже попробую ролик снять, если она согласится. Вот эта картина поразила меня сразу. Я не знаю, это её замысел или это копия с какой-то другой картины. Но вообще я очень люблю облака, небо, море, всё, что связано с водной стихией. И вот эта картина, ну, как-то вот, как вам сказать, вот этот цвет, который идёт откуда-то из-под туч, из-под облаков, у меня всегда вызывает какую-то надежду на лучшее будущее. Вот этот незамысловатый сюжетик, букетики, я люблю. Вы заметили, да, первая картина у меня была «Розы», а это «Пушистые пионы». Эта картина мне очень понравилась. Причём я купила сразу две картины с пионами, и одну из картин подарила на день рождения своей подруге. Ну, здесь комментировать даже не буду. Ну, вот понравилась. И вот ещё одна картина. У них есть название, я потом посмотрю. Забыла посмотреть. По-моему, предыдущая картина была «Пионовая радость», а вот эта не помню, как называется. Но она мне тоже очень понравилась. Почему-то Вита мне её продала очень дёшево, за 2,500. И почему-то она на неё особо внимания не обращала. Я удивилась, что она мне понравилась. Но я вам уже говорила, что я очень люблю сочетание неба, моря, песка, пляжа, облаков, солнца. Но обожаю. Поэтому тоже решила эту картину купить. Кстати, все три картины, и плюс ещё четвёртая, которая в подарок, я купила в один приезд, когда была у Витты дома, ну, можно сказать, в мастерской, но работает она в домашних условиях. Но одна из комнат посвящена полностью её работам. Ну, и чтобы закончить это видео, несколько слов в заключении о той выставке, которую я посмотрела. Я хочу сказать, что это может быть, скорее всего, похоже на выставку непрофессиональных художников, а самодеятельных. Работы интересные там встречаются, но народу не очень много. Поэтому, в принципе, если у вас очень мало времени, можно пропустить эту выставку. А вот когда я шла уже с этой выставки домой, ехала, то на Невском проспекте, вы знаете, кто часто бывает, есть такое местечко, где художники продают свои картины. Так вот там я познакомилась с одним очень интересным мужчиной, который рассказал мне, чем отличаются картины, почему стоимость одной 5 тысяч, а с другой 30 тысяч. И вот действительно, когда он меня просветил, я стала смотреть немножко другими глазами, и я очень хорошо вижу разницу. То есть какая картина написана, очень сложно в исполнении, какая написана профессионалом, художником, который учился академическому рисованию, и которая, скажем так, выполнена в более лёгкой такой манере. Но и те, и другие картины имеют право на жизнь. Ну вот такие у меня картины. Пишите, что бы вы хотели. И есть ли у вас вообще дома картины? И хотели бы вы что-то приобрести? И если вас заинтересовали картины моей знакомой, то я могу съездить к ней, поснимать в её мастерской, какие картины у неё ещё есть. Да, и могу потом скинуть ссылочку. У неё есть работы, выставлены ВКонтакте. Может быть, вы что-нибудь себе подберёте, потому что цены там довольно-таки приемлемые. До свидания, пока. Напишите, интересна эта тема или нет. Как-то молчание у меня пока на страничке. Всех целую, всем пока.